Название, да? Звучит как? Брутал! То есть это для брутальных мужиков брутальный снегоход. Офигенная штучка! Давай! А, у нас тут вот какая-то запчасть выскочила. С кулаком проблема быстро решилась, а вот с надеванием колеса что-то у нас никак не решается. Та-да-да-да! Кирюшок, тебе огромное спасибо, что ты дал эту вчерашнюю машинку девчонкам, что теперь вот хапнули этот геморрой. Поэтому у нас получается такой офигенный видос! Если ты дышишь свободы, и твой дух не сломить холодным ветром в лицо, Формула-7 для таких, как ты. Искатели приключений и острых ощущений. Идеальная техника и поддержка настоящих профессионалов. Вот гарантия превосходства над любой стихией. Лед – это скорость. Снег вместо морского бриза. Холод только добавляет в кровь адреналин. В Формуле-7 есть все для зимнего отдыха и экстрима. Мощные снегоходы Скиду с ярким дизайном для тех, кто любит скорость. Практичные и надежные снегоходы Линкс, если ты не готов идти на компромиссы. А также самый широкий выбор одежды, аксессуаров и запчастей, сервисное обслуживание. Вода – это гидроциклы с еду. С ними ты будешь всегда на волне. Бездорожье – это Канам. Квадроциклы и трициклы, которые подарят контроль над любой дорогой. Формула-7 – главный поставщик техники превосходства для твоих приключений. Привет, еду. Привет, все же подписчики. Ребята, я снова рад вас видеть на канале. Сегодня вообще совершенно один. Это так делать нельзя. Запомните, лучше так не делать. Кататься надо, конечно, в коллективе. Сегодня я решил выиграть, наконец-то, я решил выиграть свой снегоход. Это первый выезд вообще на снегоходе в этом сезоне. Так что я вам сегодня расскажу о новом «Брутале» 2022 года. Ну, или, точнее, 2021, конечно же, но уже модель 2022 года. Давайте разберем его более повнимательней. Сейчас начнем с самого простого. Во-первых, необычная расцветка. Во-вторых, вот это вот название, да, звучит как «Брутал». То есть это для брутальных мужиков брутальный снегоход. Это 850-й ЕТЭК, 162 лошади. И в нем столько всего, что я вам сейчас буду рассказывать, показывать, ну, и, соответственно, сам прокачусь и пойму, что же за пушку я себе приобрел в BRP формула 7. Ну, знаете, не буду, наверное, вдаваться в подробности, да, как это делают многие эксперты, как он едет туда-сюда. Я скажу все на обычном, простом языке, потому что, а вот видите, 51-я гусеница вот в такие вот проймы совершенно спокойно влезает и из нее вылезает. То есть что это дает? 51-я гусеница дает безумная проходимость. Вообще просто дает безумную проходимость. Ты едешь и совершенно... Я думал, сейчас я начну валиться. Там, знаете, как там на утилитарниках, они такие, они все валки. И тут вообще прям, вообще прям, я даже не могу никуда его завалить. Может быть из-за того, что, конечно, сейчас еще снега мало, но получается история такая, то, что в любую колею ты попадаешь, и 51-я гусеница тебя держит. Лыжи можно, опять же, как я вам уже говорил, расставить пошире, да, там. Для нашей полосы, я думаю, что их надо поставить по максимуму и вообще забыть больше, их даже не переставлять, потому что для Подмосковья узкие, ну, я не вижу этот смысл, у нас нету гор, и, наверное, самое удобное для нас это широкий, чтобы он был менее валки. Но при этом, при всем, опять же, центр тяжести расположен очень комфортно. Ты нигде не валишься, ничего с тобой не происходит. Двигателя хватает, я даже не знаю, как объяснить, двигатель, его даже, мне кажется, переизбыток, не нужен здесь такой двигатель. Его хватает, ну, прям, вот, знаете, помните, у меня был в том году турбовый. Вот его можно сравнить как с турбовым снегоходом, потому что он выводает просто безумное количество лошадей, и ты просто пытаешься его удержать. Балансировка, гусеница, двигатель, блин, это просто вообще, это космический какой-то аппарат. Мне безумно нравится. Ну, не нравится то, что, во-первых, он двухтактный, попахивает, ну, я думаю, что я, как обычно, привыкну, снюхаюсь. А второй момент, это то, что очень много дури. Конечно, дури просто надо привыкать, и я, вот, у меня уже болит палец, я проехал, все здесь, ничего. А палец уже боится, потому что я просто боюсь и пытаюсь поймать этот вот курок газа, пытаюсь как-то его отрегулировать. Блин, так, все остальное мне безумно нравится. Ну, а что, как не нравится, да, столько денег стоит. Как не нравится? Конечно, нравится. И еще бы сейчас снежку побольше, вообще было бы супер. Ладно, чего, пока сегодня первый выкат, еще раз напоминаю, то, что это просто хочу поделиться своими впечатлениями, а потом уже дальше вам расскажу и вообще более технически, и более всего. Весит он, кстати, 301 килограмм. Сейчас вам табличку даже покажу. То есть, такой вес у него уже, весит уже, когда заполнен бензином, маслом и тому подобное, 301 килограмм он весит. Вот, видите, вот 301 килограмм. Снаряженные массы уже весит он. Ну, а выглядит все вот так. Ну, а поедем мы с вами как-то туда, и я пытаюсь прорваться с вами в поля для того, чтобы нажать на газ. Ну, как я и предполагал, снега на самом деле на поле очень мало. Вот, видите, вы едете, да, и пробивает очень сильно. То есть, муравейники все просто пробивают. Вот, пожалуйста, вам пример. Вот, смотрите, заехал на муравейник, то есть, еще чуть-чуть сейчас, да, и просто был бы переворот. Поэтому, конечно же, на данный момент снега еще совсем маловато. Но зато я сделал первый выезд в этом сезоне. Сейчас еще столько же насыпят. Будет нас, и просто будет вообще божественно. Давайте так. Что мне не хватает на этом снегоходе? На этом снега, хоть мне безумно не нравится движок, потому что он безумно мощный. Ты начинаешь нажимать на газ, и руки отрывает. И, соответственно, бардачок. Бардачок буду смотреть. То есть, там, в BRP формула 7 посмотрю себе бардачок какой-нибудь. Потому что здесь, конечно же, мало места. Там ни плащ положить, ни джиг, ничего. Да, кстати, по поводу завода техники, если вдруг сядет аккумулятор, то здесь, если снять правую сторону, там есть накидка, и можно ее заводить вручную. Так что пишите ваши комментарии, что бы вы сейчас хотели еще узнать. Я еще чуть-чуть поснимаю, но я сомневаюсь, что здесь как-то будет удобно сейчас снимать. Я просто сейчас вот смотрю по полю. Да, давайте вам тоже покажу. Вот так вот приближу. Вот видите, вот они муравейники все. Да, и их как бы все больше и больше. И можно очень сильно засадиться и приложить в начале сезона. Не хочу потерять себе тяги и все остальное. То есть, можно потерять всю ходовую. Нету смысла. Потом просто будет очень дорого все. По поводу 51-й гусеницы, да, то есть все как бы говорят, что вот 38-я гусеница, там вот там другая техника была на 38-й гусенице, она постоянно заседает. Вот сейчас человек, который меня снимает, он вам сейчас расскажет про 38-ю гусеницу, и поэтому он ее продал и, соответственно, купил себе. Помните, у меня в том году был мой 900-й командор турбовый, турбовый. И Серега купил его, да, и я надеюсь, что он не пожалеет, он нам расскажет о нем, покатаемся сегодня, посмотрим. То есть, он уже его нарядил, там, поставил всякие там штучки-дрючки, он об этом расскажет чуть-чуть попозже. Ну, привет, ребят. Все, что я вам хочу рассказать сегодня, это вот, первое, это шлем Сикаикс. Да, у всех были вопросы, да, по этим шлемам. Да, то есть, во-первых, у него есть возможность подогрева. То есть, и так очки удобные, они не запотевают, но, вообще, 100%, с подогревом, он будет себя чувствовать превосходно. Единственное, это раскраска не его, это уже я сам делал раскраску, под цвет костюма, шлем отличный. Дальше, как Андрей сказал, снегохот был у него в том году, в этом году я на него дополнительно поставил, так называемые муфты, то есть, они внутри еще с мехом, великолепно тут. Можно даже не включать подогрев ручек. Самое главное, что здесь прозрачные вставки, и ты все органы управления видишь. И дополнительно я поставил зеркала, и дополнительно была установлена защита. То есть, защита заходит, идет от самого носа, и доходит до самой гусеницы, и заходит сюда. То есть, полностью весь защищен, получается, как оно, до гусеничного пространства. Все это я поставил в ERP Formula 7 за один день. Все есть в наличии, самое главное. Вчера я вообще на нем только первый раз выехал, попробовать, во-первых, снега еще не так много, даже ехал на эко, у него есть такой режим эко. То есть, если вам дать, там, жене прокатиться, то первый раз сел, режим эко, и они будут все четко раскладывать. И самое главное, это режим спорт. Ну, здесь он, во-первых, 900-й, турбированный, 4-х тактный, по лошадям, где-то, по-моему, тоже 150. По сравнению с тем, что у меня была Yamaha, ну, это даже не сравнить. Если то, мы только копали и откапывали, этот, я надеюсь, мы вообще даже никогда его копать не будем. Зимой природа замирает. Кажется, что жизнь кто-то поставил на паузу. Но мы знаем, что весна не за горами. Хочешь ощутить энергию движения? Загляни в компанию АТВ Армор. Мототехника с мировым именем и доступной ценой CFMoto. Квадроциклы, которые не подведут тебя в путешествиях и не сдадутся в условиях бездорожья. Хочешь проверить? Тестируй квадроцикл перед покупкой. В АТВ Армор. Это возможно. Для надежной защиты в любых условиях всегда в наличии шлемы и экипировка на любой сезон. Техническое обслуживание в двух сервисных центрах на юге и севере Москвы с удобной доставкой транспортом компании. Двигайся куда угодно, на чем угодно и в любое время года вместе с АТВ Армор. АТВ Армор. Работает, чтобы вы катались. Вопрос наверняка у всех будет, почему же я продал все-таки четырехтактный и взял двухтактный Брутал. Ребят, ну честно могу сказать, Брутал для меня, наверное, все-таки тяжеловат. Хотелось еще больше драйва. То есть вот этот снегоход, он как бы, да, он там турбовый, отдача от него прям вообще фантастическая. Но хотелось немножко больше драйва. Все-таки я парень молодой еще, поэтому хочется позажигать, повтыкать. В горах, там его показал Евгений Копыгин, кто вдруг не подписан, я сделаю ссылку на него, да, там. И там, соответственно, в горах вы можете увидеть то, что может на самом деле Брутал. А, давайте теперь немножко с вами поговорим про снегоход. Именно вот мой тот старый, Брутал 900-й, 850-й. Могу сказать, что мой намного мощнее, чем 900-й турбо. Но зато тот более комфортный, потому что у него стоит переднее стекло. Там ехать вообще прям, вот знаете, прям вот как Мерседес. А это такой, как это, такой, гоночный болид. Ну вот вы видите. Смотрите, то, что снега нету и, как это говорится, за не удается. То есть я не могу поставить его на одну лыжу, потому что просто тупо, вот видите, там земля, везде земля. Ну, припорошил здесь, ну, 20 сантиметров там. И все. Ну, кататься можно, что, поехали дальше. Что, у меня случилась непредвиденная ситуация. И у меня загорелось масло. Вот видите, загорелось масло. И как раз сейчас мы будем сейчас вот доливать, чтобы, соответственно, надеюсь, мне положили масло. Опа. Да, масло у меня есть. Все, проблем нету. Сейчас мы дольем с вами масло. Как раз заодно снимем вам видос. Сейчас я Серегу дождусь. Будем открывать и все делать будем. Ребят, ну, вот встретили, вот посмотрите, вот детям вам нравится? Да. Снегоход это круто? Да. Вот, это самое главное. Как, не подводите? Отличный? Ну, вот у меня специальное двухтактное масло. Вот видите, E-Tech, BRP. Сейчас что, все открываем. У меня тут все на защелках. Они еще, к тому же, были открыты. Вот, открываю. Бачок с маслом. Берем маслице. Я на нем прокатился, получается, один раз за все время. Да, и уже у меня практически литра уже и нету. Масло надо еще прикупить. Я думаю, что на сегодня мне даже этого не хватит. Так что завтра поеду в BRP Формула 7. Закупаться маслицем. Масло у меня закончилось. Мы доехали до Клюновских. Там вот видим Димона. Сейчас посмотрим, что там будет. Ну и что? Доставляем кулак до места сборки. Вот уже полтора часа пытаемся его дотащить до туда. Давайте я вам сейчас расскажу, как все было. Вчера вечером, вчера вечером сбросили в нашу общую группу, да, чешские проходимцы. Значит, кто может что достать. И тут же Андрюхан говорит, я в 9 утра поеду специально на разбор. Вот смотрите, куда он специально в 9 утра поехал для того, чтобы снять вот эту штуковину. И здесь она была. Всем доброе утро. Вчера на покатушках в Клюновском случилось ЧП. Сломали Кракена. Сегодня приехали, нашли донора. Вот сейчас нам не отказали. Любезные автомеханики потихонечку его разбирают. Так выглядит наш донор. Вот Игорек, автомеханик, лежа на снегу, снимает нам поворотный кулак. Смекает такой чудо-бокал. Сейчас будем сдергивать. Вот он, вот он. Вот он хозяин Кракена и спаситель Кракена. Андрюх, тебе, во-первых, огромный вообще респект, уважух. Ты просто красавец, с Новым Годом у тебя. Кирюшок, тебе огромное спасибо, что ты вообще дал эту вчера им машинку, девчонкам, чтобы они прокатились. И теперь вот хапнули этот геморрой. Поэтому получается такой офигенный видос. Кстати, как тебе финтрейл? Отлично. Нормально? Да. Ну, Андрюха как-то о себе не изменяет. Он в обычной одежде. Не в обычной, в рыбаться. Так, ну вот так вот у нас доставляется. Я думаю, что... Нет, стой, 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 стой. Ну что, ты не можешь понять, как вообще... Мы сейчас опять его поем, новый покупать, если сейчас такого будет, дотащишь. А если вот петлю вот за эту, чтобы не соскать? Да, он отрывает. О, отлично. Снимаешь? Да. Вон, Андрюха поехал. Привез там запчасти, поехал. Сейчас ребята его проводят, чтобы он не... А Кирилл, говорит, как раз... Решил, говорит, дай попробую прокатиться. Ну, вот первый человек, который поехал на брутале. Сейчас узнаем его впечатление. Офигенная штучка! Прям реально офигенная. Прикольная штука, блин, подрывает. Вообще замечательно. Мощности хватает? Более чем. Ну, по крайней мере, мне пока более чем достаточно. Дирюх, а ты вот сейчас стоишь перед выбором, покупать снегоход, не покупать. Вот если бы тебе сейчас дали бы его на целый день, ты бы как бы смог бы понять вообще, стоит его покупать или не стоит? Конечно. То есть, если... Зимой-то. Зимой интересно, да? Конечно. Ну, это такое больше, я думаю, где поля по просторам. Ну, там вот есть поля, там есть паханая поля, а есть прямой. Вот напрямом тебе надо дать попробовать, чтобы ты просто понял, что такое снегоход. Потому что, когда ты нажмешь на газ, ты поймешь, что такое снегоход. Надо все делать в шлеме, конечно, ну и чтобы это было безопасно. Конечно. Ну что, поедем спасать Кракен? Вы сейчас что хотите сделать, скажите мне? Колесо. Ну, вы здоровые парни. Поляпший, короче. Вы здоровые парни, ну давайте. Здесь надо заходить. Как я зайду? Я такие колеса в спортзале один тягаю. Да, два, три. О, собаки. Давай мы с ними. Не надо. Ну, ты один в спортзале. А здесь на природе гораздо лучше. Да, думаешь? Конечно. Вот я вам всегда говорю, ребят, ходите в спортзал. Они без меня ничего сделать не могут. Придется мне сейчас тоже, конечно, присоединиться. Ну, я пока просто помолчу, постою. А то сейчас заставят меня тоже колесо тягать. Вот, представляете, 100 килограмм, да, вроде ерунда, да. А вот весит 100 килограмм. Ну, два здоровенных парня, они могут это совершенно спокойно сделать. Ну, смотрите, какие они сильные. Это просто. Андрюха один поднял это колесо, да, Андрюха? Так, ну, пока Димон там все делает с этим. Нет! Вот дерево, блядь, стоит. Ты что, не видишь? Сухое, ёпта, ты что, блядь? Мы пенек можем сухое. Вот пенек у тебя будет. Вот. Пиздуна. Блядь, ты можешь? Так, ну у нас что, у нас уже начинает потихонечку темнеть, поэтому что, разводим костерчик. Как разводим костерчик? Все очень просто. Берем банку жестяную, разрезаем ее, отрезаем половинку, наливаем туда бензин, ставим ее посередине костра. И дальше ее обкладываем просто желательно, конечно, сушняком. У нас, конечно, такого пока нет, поэтому подождем, пока погреется. Ну и получается вот такой домик. И будем сейчас, соответственно, все дело... Там бензин, видите, там внутри горит. И, соответственно, сушит нам этот костер наш. Надеюсь, сейчас у нас все загорится. Димон, как у нас идут вообще дела с ремонтом техники? Ждем хайджек. Сейчас перехватим домкрат, приподнимем мост. И все, сдернем этот кулак, воткнем новый. И все просто, да? Дим, батальки где, в гараже? Ну, вот, ребят, все очень на самом деле просто, когда умеешь это все. Когда умеешь крутить гайки. Вот он, брутальщик, стоит рядышком. Греется у костра. Костер сам лично развел. Правда, он что-то не горит. Но наразвел его я. Ну что, мы дождались. К нам приехал спаситель. Снабженец. Вот он, да, снабженец, да, приехал. Привез еды. Мы пока костер разожгли. У нас тут костерчик горит. Приехал к нам донкрат. Сейчас будем донкратить всю эту штуку. Очень мне, конечно, жаль, что никто из подписчиков не приехал. И ничего не помогает. Никому джиг такой вообще не нужен, да? Хотя я в инстаграме это выложил. Ну вы, конечно, нехорошие ребята. Ну ладно, что? Что взяли? Зубило. Зубило, да. Зубило вы взяли. Нет зубило у нас и все. И вот ты жопа. Ой. Ну знаете, как говорится это. Как этот год встретишь, да, так его и проведешь. На свежем воздухе. Да, на свежем воздухе. С курицей, со всеми делами, с кока-колой. С ремонтирующим что-то. Димон там костер у нас горит. И пиротики. Да, вообще просто, вообще просто, просто шоколадно сейчас, можно так сказать, происходит. Так, ну что, у нас тут идет полным ходом процесс. Амортизатор вяжем, чтобы он сейчас, если самое главное, что у нас не отстрелило домкрат, да, точно. Этот хайджек, вот, вспомнил, как он называется. Чтобы он не отстрелил. Так, ну что, у нас кульмиционный момент, насколько я понимаю. Иван, отстегнул? Давай. Ой, красавчик, ты смотри. О, а вот эта нам, вот эта часть, не нужна нам жидкость? Ну, нужна будет, потом доливать будем. Надо, может, в стаканчик? Ага. Все, новый запихиваем, и все. Ну все, мы красавцы практически. Ну не мы, конечно, а Димон красавец. И Даня. Не, ребята, сейчас мы все будем красавцы. Его же сюда запихнуть надо. Этот-то наполовину разобранный. Вот вроде кажется, да, там всего-навсего, там 100 килограмм. А уже как-то не айс. Фонарь, зато мне очень нравится, провайтовский. Вообще прям светит. Давай, Дед, поставь, и... Там у нас костерчик горит, все дела. А здесь вот у нас уже четвертый час мы делаем шишигу. Давай, раз, два, три. Опаньки. Все как в жизни. Все, давайте передохнем, все. Что такое, ты устал, что ли? Не спортсмен, что ли, вообще? Это надо не телефонами махать. У тебя же этот есть, как это, билет в спортзал. Абонемент, абонемент. Ты же сказал, купил на Новый год. Нет, кто собрался, вот поехать сегодня должен был ехать, покупать. Вот хорошо, что с нами профессор, он знает физику и говорит, сейчас мы вот так вот сделаем, вот так вот сделаем, и все, и все заходит. Ну что, у нас все получилось, Дима? Да. То есть кулак надели? Да, кулак дома. Так, все, здесь все одели, все у нас вообще супер. Смотрите, русская техника, как вот надевается, все нормально. Все ремонтопригодно в лесу. Все плотненько. Поднимаем кракена, чтобы одеть ему колесико. Ага. Запаску поставить надо, колесо пробили еще. Давай-давай, еще-еще-еще. Это там катан отошел. Нет. Там катан отошел. Он будет очень муцико. Нет-нет-нет, нормально-нормально идет, давай. Клата может не выдержать. Чтобы не садиться. О, подушка. Давай, мы лучше подожди. Нам надо, чтобы он хотя бы под супер зашел. Не, а потом опускать, если надо будет. Его лучше поднять, нежели опускать. Ну что, раз, два, три, оба. Так, красавчики, красавчики. Что там выливать-то? Тормозной барабан. Да, что ты взял молоточек? Каким молоточком гладить? Давай. А, у нас вот тут какая-то запчасть выскочила. Лишнее. Теперь его крутим, разворачиваем. Иди смотри, зайка. Стой, стой, стой. Чуть-чуть повыше надо. Прям вот капелюшку прям. На меня, на меня, на меня его, Кирюх. На меня его, Кирюх. На меня колесо, на меня. На меня еще, 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 еще. Во, во, все, стоп, 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 стоп. Все, надо поднимать еще. Кого? Наоборот. Надо поднимать, поднимать надо. Кого, Крайкина? Да. Да. Давай, поднимаем, поехали. Отойдите от него. Не, не, ну вот так вот сейчас в колесо хотя бы он упрется. Еще один, еще один разочек и все. Все, этого хватит, все, этого хватит, этого хватит. Вот теперь точно надо опускать. Не, 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 смотри, Димон, она теперь, видишь, как дырка, она теперь очень высоко. Еще, еще. Ну теперь-то все уже точно, ну теперь точно все. Дань, смотри за Данкратом. Он может гнуться и согнуться. Давайте еще одна попытка, я надеюсь, завершающая. Или у нас машина упадет, или мы колесо наденем. Ну вы нажимайте, вы-то сверху, ну да нажимайте. Давай, давай опускать, давай опускать, там очень много. Нам на два щелчка надо. Да, не, давай хоть под... Подожди, ну вот здесь еще вот. Давай там где-то, лоп-от, лоп. Веревку сейчас обрежем еще. О, пошел, 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 пошел. Чуть-чуть, только резко не отпускай его нахуй. Все, стоп. Смотрите там. Че, опускай, опускай. Дима, уже все, уже получается здесь на этот садиться на кулак. Тут опускать надо поступиться. Так он садится на диск, садится. Вот сейчас на диске вообще она полностью. Ну, я понимаю, что вот эта ситуация на самом деле опасная. Потому что держится все вот на такой штуковине, а они ненадежные. Ну что делать, надо дырку выкопать побольше. Вроде бы, да, вот проблема была с кулаком, а оказалось, проблема надеть колесо. С кулаком проблема быстро решилась, а вот с надеванием колеса что-то у нас никак не решается. Профессор, я забыл тебе сказать, ты отбивал там с той стороны колесо, просто я тебе хотел сказать, оно круглое, оно крутится. И можно его боком поставить, и там не будет такой шишки. Но его для этого надо прокрутить. Да. Да, прокрутишь? Я и позже займусь этим вопросом. Вот видите, насколько у нас... Надо опускать, Дима, надо опускать, Дима. Да, да, иди туда встань, на место Папана встань. На меня толкайте, на меня, на меня толкайте его. Все, стоп. Еще, еще, еще. Да куда все? У меня колесо все уже. Нет, нет, опускай. Ступиться не село. Еще? Да. Вы не понимаете, что у меня все колесо? У нас вот как его перло все. Дирюк, приопусти его чуть-чуть. Да он не может его опустить, да у нас все, у нас все, Дим. Сейчас, тогда, подождите. Толкайте на меня, Дань, толкай на меня. Да, помочь кому-то надо. Надо, согласен. Зачем надо вперед дернуть? Опускать надо. Не, 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 его надо вперед дернуть, пока стоит колесо. Сейчас, подождите, сейчас, 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 сейчас. Оно не подцепит. Если буду орать, то разбегайтесь. Опа, есть. Что бы мы из себя делали, да? Давай прикручивай, а то светит. Та-да-да-да! Кто красавец, но вы сами все видели? Какая-то состояние. Палку так пасла, хачка, там просто не было видно. Да, Димон. Таких сеномонтажников. Вот так вот подумаешь, да, а стоит ли вообще ехать на этой машине, если нужно, в смысле, столько геморроя, а? Это мы еще его не заводили. Ребят, ну что, мы на финишной прямой. Колесо мы наживили. Клад поменяли. Все под моим чутким руководством. Если бы опять не я, то бы, конечно, ничего в этом не случилось бы. Ладно, Сергей Ивановичу помогал. Колесо держать. Кирюха, соответственно, тоже там. Вот, 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 вот кто. Вот, вот вся работа нашла. Вот, с ними только. Папа ему говорил, что делает, и он делает. Ладно, сейчас у нас самый интересный момент, мы сейчас будем его заводить. Ну, давай. Аккумулятор сняли. Заеб... Чего мы ставили все эти? Никого? Настал, на самом деле, кульмиционный момент. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Пойдем пробовать. Вот он. Супер-мега-прибор. Джик. Сейчас будем смотреть, что же из всего этого получится. Так, давай, Серег. Достаем прибор. Подожди, подожди, сейчас совсем не сажай его. Ну, что, у нас здесь аккумулятор. Это плюс. Так, это минус. Переверни его, Серег. Вот, все, видишь, загорелый. 12.4. Нажимай на густер. А где он? Вон, вот кнопка, нажимай на густер. Все, зеленый загорел, давай заводи. А ты пшикать-то? Да подожди ты. А-ха-ха! Вот она, что может, штучка-то! Джик волшебный! Да, Кирюш? Вот он, красавчик-то! Ребята, у вас что, какие-то сомнения остались? Что за глушит? Вы что, тут-то-то-то... Да и хер си... Какое-то красное масло потекло. Да что вы, блядь, ёблядь, самый ответственный момент. Да ладно, платье тоже нужно, нафиг. Нафиг нам массу, блядь, Джик завел. Малышетка тормозная? Такую хрень. Второй друг, ребят. Ну, у нас еще интереснее вариант. Вверх откуда-то, да? Да, где-то сверху льет. Ну, давай, заводите, сейчас посмотрим, откуда льет. Ага. Вот она, по-моему, лопнула. Вот он, шланг вскрылся на гидроусилителе. Который идет на этот, на охлаждение. На охлаждение, блядь. Он сейчас не нагреется. Нет, а он выгонит масло. Я думаю, как заглушить его. Есть у меня подозрение, что опять надо доставать Джик. Кульмиционный момент опускания. Все, стоит на своих колесах. Ничего из него не капает. Там все дело с забалом. Развернуться и уехать на обратный путь. Димон. Да. Ну, чего? Ты рад? Я рад. Вот спасибо ребятам, блин. Парням приехали, помогли. Один бы тут не справился бы. Да ладно. Ты бы точно справился. Вот вы бы не справились, а ты бы справился. Ты в рабстве. Мы тебе отдадим паспорт, когда колеса докрутят. Я пить чочу. Сейчас мы тебе дадим кока-колу. У нас теперь проблема еще с гидрочом. То есть гидравлика, по-моему, рухнула у нас. Сейчас съездим за массовым и все будет нормально. Ой, красавчик, уже двигается, уже хорошо. Хорош! Давай назад. Нормально, давай, давай. Ай, молодца! Выкручивай, выкручивай! Выкручивай! Так, ну уже полдела сделано. Вау, просто мы красавцы, парни. Мы красавцы! Мы вообще, мы сделали практически это. Но еще надо выехать теперь отсюда. Ребят, хочу вам посоветовать удивительную, самую старейшую школу в Москве. Автошкола Марина на нижних полях. Мы старейшая школа в городе Москве. Преимущество нашей школы очевидно. Собственный автодром во дворе здания. Мы даем собственную рассрочку на весь период обучения. Наш компьютерный класс работает целый день. Вы просто приходите в удобное для вас время и сдаете внутренний экзамен. Наш самый главный конек – это пересдача экзаменов в ГАИ бесплатно. И легкий бонус от нас – это скидка от чехских проходимцев. В автошколе Марина на нижних полях вас здесь все ждут. Продолжение следует... Ну у нас получилось 5 часов. 5 часов мы его пытались выточить, и у нас это получилось. Блин, смотрите, вот он выезжает. Света нету. Да и хер с этим светом. Вот они, спасители, спасители. Ну что, все, мы выехали из Кленовских, ребят. Поздравляйте Димона. Не так много он сегодня попал. Вызвали меня из пленов. Даньте, все, я с тобой прощаюсь. Покеда, Кирюшок. Я с тобой прощаюсь. Спасибо. Димон. Спасибо, что приехали вообще от души всем. Ну что, ладно, мы с Серегой отправляемся дальше. Хотел вам, кстати, показать, что на брутале нету как раз вот этой вот задней подгибающейся каретки. Как вот на этом снегоходе. Честно могу сказать, пока не понимаю, хорошо это или плохо, но при этом при всем... Что, сейчас нам ехать вот куда-то туда в темноту. Ну мы посмотрим, что у нас все закончится. Поехали, Серега. Ребят, ну что, вот и закончилась наша покатушка. Что могу сказать, мы молодцы. Мы сегодня выбрали два снегохода. Спасли Кракен. Рассказали вам немножко о снегоходе Брутал. Рассказали вам немножко о моем бывшем снегоходе. Командере. Так что у вас теперь больше информации. И самое главное, вы знаете, в каких костюмах надо катать. В каких тепло. Что могу сказать еще. Спасибо, что вы нас смотрите. Всех еще раз с наступающим. Это была вторая часть про Кракен. Так что, кто не смотрел первую, заходите. Вот здесь вот будет внизу ссылочка. Смотрите, получаете удовольствие. А я еще раз вам напоминаю, ребят. Если вы хотите BRP, это BRP Формула 7. А если вы хотите сайф-мода, правильно. Это только АТВ Армор. Все. Я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо. И запомните, не сидите на диванах. Катайтесь, получайте удовольствие. И будет вам счастье. Всех с Новым годом. Субтитры сделал DimaTorzok